Урожайность сельхозкультур в Беларуси ожидается выше прошлогодней. Однако, чтобы собрать всё быстро и без провала, необходимо решить ряд проблемных вопросов. На это Александр Лукашенко обратил внимание 19 июля во время селекторного совещания. Белорусский лидер отметил, погодные условия повлияли на сроки. Надо стремиться к тому, чтобы иметь в этом году 11 миллионов тонн и получить хороший урожай. И не только колоссовых, но и рапсов. Но это в теории. Хлеба пока по большей части стоят на полях, и их нужно убрать, причём быстро и без потерь, как всегда. Тогда и все потребности в зерне на год вперёд закроем, кормовую базу обеспечим и на импорте сэкономим валюту. Более того, и резерв определённый создадим на будущие годы. Всеобщая мобилизация. Глава государства отметил, на помощь АПК необходимо привлекать как можно больше кадров. В первую очередь водители и механизаторы должны задействоваться из города. На поставленную задачу руководство регионов реагирует незамедлительно. Предприятия в первоочередном порядке выделяют технику и специалистов. Баврусь, как всегда, оказывает содействие районам по уборке вырожая. И в этом году мы тоже сформировали отряды для механизированной уборки соломы и для отвозки зерна от комбайна. Всего сейчас, на сегодняшний день направлено в хозяйство районов около 31 техники. Работа в данном управлении продолжается. Мы выделяем технику, одну единицу, грузовую машину МАЗ, 20 тонн, для помощи в сельском хозяйстве и вывозе зерна. Мы предоставляем в настоящее время на 10 дней, но если нужно будет, мы сельчанам поможем на больший срок. Мы отправили в соответствии с заявкой область полкома своего механизатора сельхозпредприятия «Жилище» сроком на два месяца с 1 июля по 1 сентября. 22 числа у нас будет работать самосвал на перевозке зерна сельхозпредприятия «Ольсовик» Клического района. Техника готова к отправке. Машины оснащены и полностью работоспособны. Выделяется самое лучшее. То же самое можно сказать и о сотрудниках предприятий, которые рвутся в бой. Появилась возможность ехать, помочь аграриям. Поэтому я заявил желание, вызвался на своей машине рабочей, поэтому помогу им. Такова наша судьба по моей стране. Завод рад помочь колхозу в уборке урожая, чтобы выращивать в органы без потерь и качественно. Тем временем работа на полях идет полным ходом. По данным, на 22 июля в стране намолочено свыше 3 миллионов тонн зерна с учетом РАПСа. Контроль и поощрение отличников ежедневно. Так, в Бобруйском районе механизатор Дмитрий Толкачев стал первым тысячником в регионе. В первых рядах по уборке идет Невский агро. Недавно экипажи предприятия приступили к обмолоту пшеницы. До этого мы убрали уже азимый ячмень 320 гектар при урожайности 38 центнеров. Азимый РАПС убрали 300 гектаров с урожайностью 20 и 70 центнеров на гектар. Сейчас поступили к уборке азимой пшеницы. Полторы тысячи гектар у нас на сегодняшний день находится площадь под уборку. Еще имеется яровая пшеница 350 и ячмень 350. В строю как старожилы, так и молодежь. Экипаж механизатора Ильи Черника и его помощника Александра Шурина за эту компанию убрали уже 100 тонн рапса и 260 азимового ячменя. Сам комбайнер на полях третий год. За штурвалом впервые. На работу выходим в районе 7 утра, я уже возле техники. Начинаем ее подготавливать вместе с помощником. Почистили и все. И потом к нам приезжает агроном и проверяет технику. Какие удобства есть? Ну, удобство есть. Кондиционер, как бы уже не жарко. Хозяйство позаботилось, чтобы было все заправлено, чтобы мы работали, как говорится, без пыли в кабине и чтобы был холодок. Все это только начало. Впереди у аграриев много работы. В 24-м увеличился объем площадей. Плюс 72 тысячи гектаров к прошлогодним. Параллельно с этим продолжается кормозаготовка и уборка соломы. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин, Бобруйск, 360.